Приветствую вас и как вы правильно заметили, в вашей девушке нет желания отвечать вашим требованиям, нет желания сближаться настолько, насколько вы этого хотите и активная ее такая пассивность. Вообще говоря, ее все устраивает, у нее есть вы, который для нее делает все, что нужно, у нее есть свобода, которая также вполне ее устраивает, привлекает, да, у нее есть возможность сделать все, что она захочет, но при этом еще и находясь, так сказать, в состоянии, в статусе девушки, которая встречается с парнем. И в отличие от вас, у нее нет планов на будущее относительно того, чтобы заботиться о вас, чтобы встречать вас с работы и так далее. То есть для нее это просто отношение, отношение ни к чему не обязывающее, видимо, отношение не имеющее как такового будущего. То есть как такового, имеется в виду, что она не собирается с вами расходиться, ее все устраивает, но строго определенного будущего, такого четко сформулированного, как у вас, у нее нет. И это лишь только означает, что человек еще не до конца подрослел, не до конца нагулялся, не созрел к тому, чтобы подобные отношения иметь. И в этом контексте хочется сказать, что бесполезно ее спрашивать, бесполезно что-то о нее выяснять, как вы правильно говорите. Тут вариант на самом деле только один. Вы зовете ее к себе или приглашаете куда-нибудь и говорите ей о том, что, допустим, очень сильно ее любите, что хотите быть с ней, но она не дает вам того, что вам нужно. Она не отвечает тем требованиям, которые у вас появились спустя два года отношений. По вашему мнению, два года отношений достаточно для того, чтобы люди сошлись вместе, чтобы они жили вместе, чтобы у них был какой-то совместный быт и так далее. И вы продолжаете эту мысль, говорите ей о том, что ни к чему ее не обязываете, не обвиняете, но хотите сделать небольшую паузу в отношениях, чтобы понять, видите ли вы с ней свое будущее. Скажите, что эта инициатива чисто ваша, что вы понимаете, что ваше желание это только ваше желание, что вы не имеете права навязывать их ей. Но бросите у нее время для того, чтобы вот помыть без нее и подумать. Подумать и, может быть, переоценить свои приоритеты, может быть, переоценить какие-то идеалы, какие-то ценности и так далее. И если девушка пререагирует на это холодно, безразлично, как она до этого вела с вами себя, то тогда можно говорить о том, что вы ей действительно не настолько дороги и не видит она в вас своего будущего мужа, например, и так далее. Если же она обидится, если же она негативно воспримет то, что вы предлагаете, значит, вы для нее представляете как источник удовлетворения ее интересов, источник удовлетворения ее желаний, и она вас использует. Осознанно, неосознанно, в данном случае это не имеет значения, но использует. Соответственно, когда вы подумали о себе, это вызвало у нее значительную негативную реакцию, естественно. Ну, в этом случае пауза в отношениях пойдет на пользу не только вам, но и ей. Она сможет также переоценить свое отношение к вам и сможет, собственно говоря, понять, кто вы для нее. Личность самобытная, самоценная или все-таки средство для удовлетворения ее желания. Ну, и если человек позитивно воспримет ваши предложения, то вред, конечно, но тем не менее. Это означает, что девушка сама понимает, что отношения дошли в тупик, что им нужен некий перерыв, некая приличка, которая помогла бы вам лучше понять, кто вы друг для друга есть. И на самом деле для вас это единственный выход, единственное правильное решение, потому что все остальные могут привести только к ссорам, к обидам еще большим, к недопониманию и так далее. А если вот так, одно духу, честно, все сказать, что есть шанс, что все разрешится максимально положительно, без лишних обид, без лишних негативных эмоций и даже с надеждой на продолжение отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.